и снова друзья с вами давид и это очередное видео в котором мы вместе с вами очень сложной композиции без наличия табов за какой-то очень короткий промежуток времени так что берите чай попкорн досматривайте этот ролик обязательно до конца а мы помчали и так надеваем наушники и приступаем посмотрим насколько же сложно и окажется эта композиция для меня и так начнем значит указательный палец на пятом ладу пятой струне у него и безымянный на четвертом носить его это все понятно давайте разберемся сначала хотя бы какая ритми когда в этой композиция а потом начнем уже разучивать технику более подробно и просто потом слеп да 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 удар сразу да еще надо постараться выбить этот четвертую струну а бочка а потом бочка а я не туда нажал то есть получается у нас указательный всегда на одном месте у нас движется только мизинец ага ага флажолеты по двенадцатому да это это очень сложно попасть одновременно и сразу сложно 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 ага вот оно что как одновременно попасть он первую струну добавил какая растяжка просто жесткая растяжка но по моему ритм остается все тот же да ритм все абсолютно так же что меняется просто в левой руке как пару аккордов значит получается я просто запутался последовательности немного так друзья в общем начало вообще не сложно и да это это очень сложно попасть одновременно вроде бы по технике я сделал все правильно но это не точно что касается друзья этого известного галопа марсина я его уже знаю и те кто подписан на телеграм знают это тоже поэтому кстати подписывайтесь на телеграм там все новости по выходу новых роликов и голосования также я его уже разучил потому что в прошлом ролике я его выучил неправильно поэтому я решил его выучить правильно потому что он используется в большинстве его композициях блин заноза попала что ли ага но все повторяется то есть практически что лады меняются а так система сама одна она значит первую кик она потом он делает и удар снизу у меня с на средний палец попалась заноза я как вижу из-за стричпада потому что я еще ее не заску не зашкурил вот поэтому те кто делать стричпады обязательно друзья шкурте поверхность потому что у меня уже это вторая заноза а учета мне неудобно до сюда добираться он конечно играет вот здесь но мне наверно было бы удобнее вот здесь как же это сложно а как же это сложно а одновременно а и в конце а а и и и опять вот одновременно где седьмой лад он одновременно делает вот это движение то есть можно ориентироваться на это в принц целом а вот вот главное попасть во время на седьмой лад а вот здесь что-то поменялось в конце уже и 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 то есть он играет тремя пальцами вот так ну понятное дело что друзья это сейчас я не смогу быстро осуять как он это все-таки пассаж его нужно тренировать очень медленно с микрономом я могу придумать по-другому немного а если мы поставим указательный палец на третьем ладу прям мини баррой зажмем и просто будем двигать только вот этими средним и мизинцем то есть получается мы экономим время да ты просто гений экономики вместо того чтобы постоянно двигать указательный палец можем просто его зафиксировать и двигать только двумя а как я это сейчас переведу гитару смысле это же playback просто ну давайте тогда раз уж мы взялись за эту композицию даже если это playback что мы не можем это в гитару что ли перевести конечно же можем сейчас просто ритмику поймем какая ритмика можно вот так придумать и в конце было надо я все понял друзья я пошел ладно вернемся все равно назад пути нет уже никакого поэтому ты сам ввязался на это давит поэтому сам выкручивайся как бы сам напросился на это ладно давайте разберем это разобрали но это легко это предсказуемо было это очень сложно вот сюда он зажимай да это надо наловчиться а дальше ты ты на пятой струне на 5 все сто процентов а вот это вот это движение значит он делает вначале слэп но это надо прямо очень быстро сыграть и итак друзья мне интересно было именно за час сколько материала я смогу изучить поэтому сейчас мы 10 минут я даю себе на то чтобы повторить все что сейчас выучил а дальше я показываю результат погнали и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Напишите, пожалуйста, друзья, в комментариях, какой формат больше нравится вам, более короткий, там часовой или двухчасовой, или пяти-шестичасовой формат. Мне было бы очень интересно почитать и узнать ваше мнение. А если этот ролик набирает тысяча лайков, то я снимаю вторую заключительную часть, где я буду учить уже эту композицию до конца, а дальше выйдет долгожданный подробный разбор, друзья, для вас. Поэтому я думаю, оно того стоит. До скорых встреч!